Всем привет! Сегодня мы рассмотрим советы по эффективному, точнее, ну не только сегодня, и в последующих подобных видео будут рассмотрены советы по эффективному использованию языка C++. Вот эти советы, все советы, которые будут в этом разделе, так сказать, будут взяты из различных источников. Где-то, возможно, я дам свои советы, не думаю, что их будет много, но большинство из них, те, которые не мои советы, я беру из интернета и из книг. Вот, и сегодняшний совет по эффективному использованию языка C++ взят из книги Скотта Мэйерс. Книга называется «Эффективный и современный C++». 42 рекомендации по использованию C++11 и C++14. Автор это, я уже сказал, Скотт Мэйерс. У него очень много, может быть, даже не очень много, а просто много различных книг, в которых он проводит различные исследования и дает рекомендации, что, как лучше использовать и почему так. Вот, в общем, почему так указывает на возможные потенциальные ошибки и т.д. и т.п. То есть, в любом случае, если я буду брать это из какой-то книги, я обязательно об этом скажу. Вот. Итак, сегодняшний совет у нас – различие инициализации. То есть, различие между инициализацией с помощью вот таких вот фигурных скобок и круглых скобок. Итак, вот у нас объявлено 4 переменных, которые проинициализированы различными способами. То есть, вот здесь 3 способа, а это комбинированные. То есть, результат здесь одинаковый. Каждая из переменных будет проинициализирована нулем. Вот. То есть, некоторые могут полагать, что это такой полный беспорядок в языке C++, и с этим надо что-то делать. Вот. И если с этим ничего не сделать, то на улицах прольется кровь. Это, конечно же, шутка. Ну, где-то возможно. Вот. Итак, в чем разница таких способов инициализации? Для встроенных типов разницы, по сути, нет никакой. Вот. Соответственно, вы можете выбрать какой-то один из стилей и его использовать. Вся эта разница начинает сказываться, когда мы имеем свои собственные типы. То есть, когда мы описываем классы, структуры. То есть, создаем свои собственные пользовательские типы. И вот тогда вот есть разница. И сейчас мы о ней поговорим. К примеру, в 98 стандарте невозможно было хорошо и красиво указать, чтобы был создан вектор с определенными значениями. То есть, сделать вот так вот. Так, std vector. Так, int v. Там равно чему-то, к примеру. Вот таким вот. Этого сделать нельзя было. Либо же сделать вот так вот. Либо же использовать круглые скобки. Вот. То есть, вот такой способ не работал. И было не очень, как бы, удобно. Вот. Но с приходом c++11 и 14 это уже все поменялось. И теперь мы можем инициализировать наши векторы. К примеру, вот таким вот способом. Вот. И в данном случае наш вектор целочисленных значений уже будет сразу содержать такие значения. 1, 2, 3, 4. Но для этого нам, конечно же, нужно сейчас включить поддержку. Эту поддержку. Вот. И надо включить там std c++14. То есть, в данном случае в ките и дешки, и в проекте, в конфигурационном файле, нужно указать поддержку стандарта c++14. После чего мы уже и можем работать с этими новыми возможностями. Итак, есть. Но это у нас случай с фигурными скобками. Вот. То есть, фигурные скобки нам позволяют выразить то, что было невозможно сделать раньше. Вот. Еще фигурные скобки, вот инициализация с помощью фигурных скобок называется унифицированной. Почему унифицированной? Потому что она может применяться абсолютно в различных случаях. То есть, можно сказать, она может применяться везде. Итак. Давайте, к примеру, у нас вот есть, давайте вот такой класс. Я сейчас напишу. В c++11 у нас появилась возможность при объявлении переменных, то есть, не статических переменных в классах, сразу инициализировать их. Вот. То есть, уже не использовать конструктор со списком инициализации. Но. Вот такой вот способ недопустим. Допустимо присваивание, допустим фигурные скобки и допустимо вот комбинированный вид. Вид. Давайте комбинированный вообще уберем. Вот. Соответственно, это начиная с c++11 уже есть такая удобная возможность. Итак. Идем дальше. Унифицированная инициализация, кроме всего прочего, запрещает сужение, то есть, обрезание. Ну, к примеру, давайте объявим две вот таких или три переменных. x будет y и z. Вот. И какую-то сумму. Сумма переменная. И она инициализируется с помощью вот суммы предыдущих переменных. Вот. И мы используем фигурную инициализацию. То есть, унифицированную инициализацию. И попробуем это все добро собрать. В данном случае сборка происходит, то есть, ошибок нет. Но есть предупреждение. Предупреждение очень важное. Это предупреждение нам говорит о том, что будет сужение, то есть, будет обрезание. Если же мы сделаем это вот таким вот образом и будем использовать круглые скобки, то такое предупреждение вряд ли мы получим. Да. Мы его не получили. А в этом случае у нас, соответственно, дробная часть будет урезана. И компилятор как бы об этом скажет. Если мы используем фигурную инициализацию. То есть, унифицированную. Далее. Есть парочку таких вот подводных камней. Ну, к примеру. К примеру, к примеру. Давайте тут еще v добавим. Конструктор. Вот. И какое-то значение по умолчанию. Тут будет a. Вот. И сделаем следующую штуку. v. v. 10. В этом случае... Как... Ага. В этом случае мы создаем объект типа v с переменной. Ну, w. Объект типа w маленькая. Типа w большая. Блин, заговорился. Вот. И здесь вызывается конструктор с одним параметром. И все хорошо. Но. Смотрите вот такую вот штуку. v. Давайте. Это w1, а это w2. Что в этом случае будет? В этом случае ничего не будет. Но дело в том, что мы... Кто-то может ошибочно полагать, что здесь будет вызван конструктор. Нет, здесь вызвано конструктора не будет. То есть, синтаксический анализ языка C++ предполагает, что вот здесь у нас происходит объявление функции. То есть, функции w2 типа w. То есть, по аналогии это можно сделать вот так вот. Void. Void.t. Вот мы объявили функцию. А потом где-то мы ее определяем. Void.t. Вот. А вот мы ее определили. Точно так же синтаксический анализ смотрит и на вот это вот добро. Вот. Поэтому здесь... Ну, как бы здесь нету фигурных инициализаций, но это касается этой темы, да. То есть, и вообще инициализации объектов и пользовательских, то есть, наших собственных. Вот. Соответственно, это рассматривается как объявление некой функции с таким именем. W2. Вот. Но, если... Ну, давайте еще объявим конструктор по умолчанию. Вот. И давайте попробуем вызвать... Точнее, посмотреть, что будет. Вывести на экран. Там 1. 1. Вот. И 2. Чтобы мы понимали, что будет вызвано. Давайте запустим и посмотрим. Мы посмотрим, что был вызван только... Только конструктор какой-то непонятно. Скорее всего, 2 должен быть вызван. Вот. Двоечка, да. Мы убедились, что в этом случае конструктор не вызывается. Но, если мы хотим вызвать конструктор по умолчанию, да, то мы делаем... Что мы делаем? Мы вообще ничего не указываем. Либо же можно указать вот пустые фигурные скобочки. Тогда будет вызван конструктор по умолчанию. В данном случае все работает. Двоечка, то есть это вот этот конструктор с параметром. И вот была отработка на конструктора по умолчанию без параметров. Вот. Поэтому... Поэтому... Вот. Фигурные скобки нам уже или вам уже будут говорить, что это вызывается конструктор по умолчанию. То есть фигурные скобки нам помогают инициализировать объекты, проверяют на усечение. Вот. Помогают четко указывать, к примеру, для контейнеров, уже конкретное содержание этого контейнера. Ну, вот пример был с векторов. То есть в пользу фигурной инициализации имеется много за. То есть этот синтаксис, который может использоваться везде. Но также есть подводный камень. То есть можно сказать такой недостаток. И если его не знать, то это действительно будет недостаток. Давайте рассмотрим этот недостаток. Итак, рассмотрим этот пример. У нас есть класс и два конструктора с различными типами параметров. И мы создаем объекты и инициализируем их разными способами. То есть в данном случае с помощью круглых скобок и с помощью фигурных скобок. Точно так же здесь круглые, фигурные. Но отличие этих двух объектов и этих двух объектов в том, что здесь у нас не буллингская перемена, а дабл передается. Вот. И давайте запустим. И в данном случае неожиданности нет. То есть первый конструктор отрабатывает для этих случаев все верно. И второй секунд для этих случаев. Пока все хорошо. Теперь смотрите. Так как у нас с 11 или 14 стандарта, точно не помню, добавился список инициализаций. Очень удобная и крутая штука. Вот. И мы добавили третий конструктор со списком инициализации. Вот здесь у нас как было и прежде. Теперь давайте запустим и посмотрим. И что мы видим? First, third, second, third. То есть первый, третий, второй, третий. В данном случае вызывается вот здесь конструктор со списком инициализации. И вот здесь. Это то, та неожиданность, о которой вы могли бы, к примеру, и не знать. И не понимать, почему ваша программа не так работает, как нужно. Так вот, в чем же фишка? Если присутствует... То есть правило какое для компилятора? Если присутствует конструктор со списком инициализации, то если есть законные способы привести вот эти аргументы к этому типу, который указан в списке инициализации, то будет произведено приведение и будет использоваться список инициализации. То есть первым делом при компиляции компилятор будет смотреть, есть ли список инициализации. Да. Если есть, ну и соответственно есть это фигурные скобки, то есть для круглых это отношение не имеет. Это имеет, когда у нас инициализация с помощью фигурных скобок. Так вот предпочтение всегда будет отдаваться конструктору со списком инициализации. Вот, то есть сначала находит, ну это грубо говоря, да, в общем, то есть компилятор смотрит, ага, есть конструктор со списком инициализации. Добро, окей, 10, какой там тип, double, ага, 10 я могу привести, могу без проблем, true могу привести, ну почему бы и нет, нет ничего запрещающего нам это сделать. Соответственно он это все приводит к типу double и вызывает вот этот вот конструктор. Вот, то есть даже когда конструктор со списком инициализации с наилучшим соответствием не может быть вызван, он все равно доминирует. Вот, и мы можем получить какую-то ошибку. Смотрите, изменяем тип double на тип bull. Давайте попробуем это добро собрать. И мы видим две ошибки. И ошибки эти, что требуется сужающее преобразование. То есть в данном случае нам компилятор говорит, друг, 10, это целочисленное значение, оно сузится до булевского значения, у которого есть только правда и неправда. Вот, соответственно, вот здесь вот эти вот варианты даже не рассматриваются. То есть он видел список инициализаций и все, и по-другому никак. То есть в данном случае, как бы, он пытается, компилятор, как я говорил, да, он пытается законным способом привести. То есть он пытается это сделать, но там вступает второе правило, что вдруг тут сужающее преобразование, поэтому я там собирать это не буду. Вот, только когда нет никакой возможности, к примеру, какие-то из этих типов привести к вот этому, который указан в списке инициализации, только тогда компилятор будет выбирать другие конструкторы, если они есть. То есть, к примеру, то есть по факту 10 можно привести к булевскому значению, но там сужающее преобразование. Добро. Ну, давайте изменим на стринг. То есть в этом случае вообще никаких законных способов или, ну, то есть нету приведения десятки целочисленного значения к строке. Вот, у нас здесь не описано никаких операторов, никаких перегрузок нету. То в этом случае, конечно же, уже компилятор вот этот вариант уберет и будет рассматривать наилучшие кандидаты из этих двух конструкторов. Вот, все собралось, запустилось, как мы видим, все как было прежде. Первый-первый, второй-второй. Вот. Вот-вот-вот. Ну и давайте завершим наши советы. Вот, конструктор еще по умолчанию пустой. Вот, еще, чтобы вы понимали, еще вот эту штуку, дефолт, напишем. Что будет вызвано, если есть список инициализации. И конструктор по умолчанию. Без параметров. И фигурные скобки. Делаем вставки, господа. Ставим, ставим, ставим. Запускаем. И смотрим. Дефолт. Вот. В случае, когда есть пустые фигурные скобки. И конструктор по умолчанию, то будет вызываться конструктор по умолчанию. То есть, имеется ввиду конструктор без параметров. Потому что могут быть конструкторы по умолчанию, но с параметром. Вот. В данном случае, всегда компилятор будет вызывать вот это. Ну, то есть, смотреть на вот этого кандидата. И генерить соответствующий код D. Вот. То есть, не будет вызываться конструктор с пустым списком инициализации. Вот такое вот правило. Соответственно, давайте подытожим То есть у Скотта Мейерса там еще дальше есть небольшие исследования Которые я уже приводить здесь не буду, чтобы не тратить время Но подытожим Фигурные скобки, если есть, то если есть конструкторы Со списком инициализации, то будут отданы предпочтения именно ему Это очень важно, не забывайте Если будут законные какие-то способы привести указанные типы К типу, который указан в списке инициализации То компилятор будет это делать Если же присутствует сужающее преобразование То компилятор это откажется собирать И другие кандидаты рассматривать не будет Дальше, если есть пустые фигурные скобки И есть конструктор по умолчанию без параметров И конструктор со списком инициализации То предпочтение будет отдаваться конструктору По умолчанию без параметров Если же вы хотите вызвать конструктор с пустым списком инициализации То вам следует сделать вот такую вот штуку И вот здесь, как мы видим, третий конструктор вызывается Вот, ну вот, вот так Это не так сложно на самом деле То есть мы круглые скобки Говорим, что это конструктор мы вызываем Но передаем туда пустые фигурные скобки Значит компилятор здесь никаких неочевидностей не видит И он четко понимает, ага, это конструктор Но типом параметров является Вот пустые фигурные скобки Это является список инициализаций Все, я все понял Я сделаю то, что ты хочешь Ну вот так вот думает компилятор И быстренько итог Итог То есть фигурная инициализация является Наиболее широко используемым синтаксисом инициализации Предотвращающим сужающее преобразование И нечувствительным к особенностям синтаксического анализа Есть В процессе разрешения перегрузки Конструктором фигурные инициализаторы Соответствуют параметрам списка инициализации И если это возможно, даже если другие Конструкторы обеспечивают лучшие соответствия То есть предпочтение будет всегда отдаваться Конструктору со списком инициализации Вот Ну, при выборе Примером, в котором выбор между круглыми и фигурными скобками Приводит к значительно отличающимся результатам Является, к примеру, создание вектора С каким-то целочисленным типом И где мы Передаем Два аргумента Ну, давайте Под конец это сделаем Вектор В1 Вызываем вот так вот 10, 20 И вектор В2 Используем фигурные скобки В данном случае Будет вектор Будет вызван его конструктор с параметрами И будет создано 10 элементов Со значениями 20 В этом же случае будет вызван Конструктор со списком инициализации И вектор будет содержать всего лишь два значения 10 и 20 Вот Тоже разница Ну, я думаю Все То есть и так уже 20 минут проговорили Надеюсь, это видео было полезным Вот Пишем комментарии Делимся Ставим лайки Подписываемся Ну и так далее Всем спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok